Александр Пушкин. Медный всадник. Петербургская повесть. На берегу пустынных волн стоял он, Думы великих полн, и вдаль глядел. Пред ним широко река неслась, Бедный челн по ней стремился одиноко, По мшистым топким берегам чернели избы здесь и там, Приют убогого чухонца, и лес, неведомый лучам В тумане спрятанного солнца, кругом шумел. И думал он, отсель грозить мы будем шведу, Здесь будет город заложен на зло надменному соседу, Природой здесь нам суждено В Европу прорубить окно, Ногою твердой стать при море. Сюда по новым им волнам Все флаги в гости будут к нам, И запируем на просторе. Прошло сто лет И юный град Полночных стран краса и дива Из тьмы лесов и топи блат Вознесся пышно, горделиво, Где прежде фимский рыболов, Печальный пасынок природы, Один у низких берегов Бросал в неведомые воды свой ветхый невод, Ныне там по оживленным берегам Громады стройные теснятся Дворцов и башен, Корабли толпой со всех концов земли К богатым пристаням стремятся. В гранит оделась анева, Мосты повисли над водами, Темнозелеными садами Ее покрылись острова, И перед младшею столицей Померкла старая Москва, Как перед новою царицей Парфироносная вдова. Люблю тебя, Петра, творенье, Люблю твой строгий, стройный вид, Невы, державное течение, Береговой ее гранит, Твоих оград узор чугунный, Твоих задумчивых ночей Прозрачный сумрак, Блеск безлунный, Когда я в комнате моей пишу, Читаю без лампады Ясны спящие громады Пустынных улиц и светла Адмиралтейская игла, И, не пуская тьму ночную На золотые небеса, Одна заря сменить другую спешит, Дав ночи полчаса. Люблю зимы твоей жестокой Недвижный воздух и мороз, Бег санок вдоль Невы широкой, Девичьи лица ярче роз, И блеск, и шум, и говор балов, А в час пирушки холостой, Шипенье пенистых бокалов, И пунша пламень голубой. Люблю воинственную живость Потешных марсовых полей, Пехотных ратей и коней, Однообразную красивость. В их стройно-зыблемом строю Лоскутья сих знамен победных, Сиянье шапок этих медных, Насквозь простреленных в бою. Люблю военная столица Твоей твердыни дым и гром, Когда полночная царица Дарует сына в царский дом Или победу над врагом. Россия снова торжествует, Или, взломав свой синий лед, Нева к морям его несет И, чуя вешние дни, Ликует. Красуйся, град Петров, И стой, Неколебимо, как Россия. Да умерится же с тобой И побежденная стихия. Вражду и плен старинный свой Пусть волны финские забудут, И тщетной злобою Не будут Тревожить вечный сон Петра. Была ужасная пора. Об ней Свежо воспоминанье. Об ней, друзья мои, Для вас Начну свое повествование. Печален будет Мой рассказ. Над омраченным Петроградом Дышал ноябрь осенним хладом. Плеская шумной волной В края своей ограды стройной, Нева металась, Как больной В своей постели беспокойной. Уж было поздно и темно, Сердито бился дождь в окно, И ветер дул печально воя. В то время Из гостей домой Пришел Евгений, молодой. Мы будем нашего героя Звать этим именем. Оно звучит приятно. С ним давно Мое пирог там уже дружно. Прозвание нам его не нужно, Хотя в минувшие времена Оно, быть может, и блистало, И под пером Карамзина В родных преданиях прозвучало, Но ныне светом и молвой Оно забыто. Наш герой Живет в Коломне, Где-то служит, Дичится знатных И не тужит Ни о почище родне, Ни о забытой старине. И так Домой пришед Евгений, Стряхнул шинель, Разделся, Лег. Но долго он заснуть не мог В волнении разных размышлений. О чем же думал он? О том, Что был он беден, Что трудом он должен был Себе доставить И независимость, И честь, Что мог бы Бог ему Прибавить ума и денег, Что ведь есть Такие праздные счастливцы Ума недальнего ленивцы, Которым жизнь куда легка, Что служит он всего два года. Он так же думал, Что погода не унималась, Что река все пребывала, Что едва ли С Невым мостов уже не сняли, И что с парашей будет он Дни на два, на три разлучен. Евгений тут вздохнул сердечно И размечтался, как поэт. Жениться мне? Зачем же нет? Оно и тяжело, конечно. Ну что ж, я молод и здоров, Трудиться день и ночь готов, Уж кое-как себе устрою Приют смиренный и простой, И в нем парашу успокою. Пройдет, быть может, год-другой, Местечко получу, Параши припоручу семейство наше И воспитание ребят, И станем жить, И так до гроба, Рука с рукой дойдем мы оба, И внуки нас похоронят. Так он мечтал, И грустно было ему в ту ночь, И он желал, чтоб ветер был Не так уныло, И чтобы дождь в окно стучал Не так сердито. Сонные очи он, наконец, закрыл, И вот Редеет мгла ненастной ночи, И бледный день уж настает, Ужасный день. Нева всю ночь рвалась к морю против бури, Не одолев их буйной дури, И спорить стало ей не в мочь. Поутру над ее брегами Теснился кучами народ, Любуюсь брызгами, горами И пеной разъяренных вод, Но силой ветров от залива Перегражденная Нева Обратно шла, Гневна бурлива И затопляла острова. Погода пуще свирепела, Нева вздувалась и ревела, Котлом клокоча и клубясь, И вдруг, как зверь, Остервенясь на город, Кинулась. Пред нею все побежало, Все вокруг вдруг опустело, Воды вдруг втекли В подземные подвалы, К решеткам хлынули каналы, И всплыл Петрополь, Как тритон, По пояс в воду погружен. Осада, приступ, Злые волны, Как воры лезут в окна, Челны с разбега Стекла бьют кормой, Лотки под мокрой пеленой, Обломки хижин, бревны, кровли, Товар запасливой торговли, Пожитки бледной нищеты, Грозой снесенные мосты, Гроба с размытого кладбища Плывут по улицам, Народ зрит божий гнев И казни ждет. Увы, все гибнет, Кров и пища, Где будет взять? Тот грозный год Покойный царище России Со славой правил. На балкон, Печален, смутен, Вышел он И молвил С божьей стихией Царям не совладеть. Он сел И в думе скорбными очами На злое бедствие глядел. Стояли стогны озерами, И в них широкими реками Вливались улицы, Дворец Казался островом печальным. Царь молвил И с конца в конец По ближним улицам и дальним В опасный путь Средь бурных вод Его пустились Генералы Спасать И страхом Обуялый И дома Тонущий народ. Тогда На площади Петровой, Где дом в углу Вознесся новый, Где над возвышенным Крыльцом С подъятой лапой, Как живые, Стоят два льва Староживые, На звере мраморном, Верхом, Без шляпы, Руки сжав крестом, Сидел Недвижный, Страшно бледный Евгений. Он страшился, Бедный, Не за себя. Он не слыхал, Как бы дымался Жадный вал Ему подошвы подмывая, Как дождь Ему в лицо Холестал, Как ветер Буйно завывая, С него и шляпы Вдруг сорвал. Его отчаянные взоры На край один Наведены Недвижно были, Словно горы Из возмущенной Глубины Вставали волны Там И злились, Там буря Выло Там Носились Обломки Боже, Боже, Там Увы, Близехонько К волнам, Почти у самого залива Забор некрашенный, Да ива И ветхый домик, Там, А не, Вдова И дочь Его параша, Его мечта, Или во сне Он это видит, Или Вся наша И жизнь Ничто, Как сон пустой, Насмешка неба Над землей. И он Как будто Околдован, Как будто К мрамору Прикован, Сойти не может, Вкруг него Вода И больше Ничего. И обращен К нему Спиною В неколебимой Вышине Над возмущенной Невою Стоит С простертой Рукою Кумир На бронзовом Коне. Но вот Насытись Разрушением И наглым Буйством Утомясь Нева Обратно Повлеклась Своим Любую С возмущением И покидая С небрежением Свою Добычу. Так Злодей Свирепой Шайкою Своей В село Ворвавшись Ломит Режет Крушит И грабит Вопли И скрежет Насилье Брань Тревога Вой И грабежом Отягощенный Боясь Погони Утомленный Спешат Разбойники Домой Добычу На пути Роняя Вода Сбыла И мостовая Открылась И Евгений Мой Спешит Душою Замирая В надежде Страхе И тоске К едва Смирившейся Реке Но Торжеством Победы Полной Еще Кипели Злобно Волны Как бы Под ними Тлел огонь Еще Их Пена Покрывала И Тяжело Нева Дышала Как с битвы Прибежавший Конь Евгений Смотрит Видит Лодку Он Перевозчика Зовет И перевозчик Беззаботный Его за гривенек Охотно Через волны Страшные Везет И долго С бурными Волнами Боролся Опытный Гребец И скрыться Вглубь Меж их рядами Всечасно С дерзкими Пловцами Готов был Челн И наконец Достиг он Берега Несчастный Знакомой Улицей Бежит В места Знакомые Глядит Узнать Не может Вид Ужасный Все перед ним Завалено Что сброшено Что снесено Скривились домики Другие Совсем Обрушились Иные Волнами Сдвинуты Кругом Как будто В поле боевом Тела Валяются Евгений Стремглав Не помня ничего Изнемогая От мучений Бежит Туда Где ждет Его Судьба С неведомым Известием Как с запечатанным Письмом И вот Бежит Уж он Предместьем И вот Залив И близок дом Что ж это Он остановился Пошел назад И воротился Глядит Идет Еще Глядит Вот место Где их дом Стоит Вот Ива Были здесь Вороты Снесло Их Видно Где же Дом И полон Сумрачной Заботы Все Ходит Ходит Он Кругом Толкует Громко Сам С собою И вдруг Ударив Лоб Рукою Захохотал Ночная Мгла На город Трепетный Сошла Но Долго Жители Не спали И меж собой Утолковали О дне Минувшем Утро Луч Из-за усталых Бледных Туч Блеснул Над тихою Столицей И не нашел Уже следов Беды Вчерашней Багреницей Уже Прикрыто Было Зло В порядок Прежнее Все вошло Уже По улицам Свободным С своим Бесчувствием Холодным Ходил Народ Чиновный Люд Покинув Свой Ночной Приют На службу Шел Торгаш Отважный Не унывая Открывал Невой Ограбленный Квартал Сбирая Свой Убыток Важный На ближнем Выместить С дворов Свозили Лодки Граф Хвостов Поэт Любимый Небесами Уж Пел Бессмертными Стихами Несчастья Невских Берегов Потому Что Он Не Разбирал Дороги Уж Никогда Казалось Он Не Примечал Он Оглушен Был Шумом Внутренней Тревоги И Так Он Свой Несчастный Век Влочил Ни Зверь Ни Человек Ни То Ни Сё Ни Житель Света Ни Призрак Мертвый Раз Он Спал У Невской Пристани Дни Лета Катились К осени Дышал Ненастный Ветер Мрачный Вал Плескал На Пристань Роб Щепени И Бьясь Об Гладкие Ступени Как Человечек У Дверей Ему Нем Немлющих Судей Бедняк Проснулся Мрачно Было Дождь Капал Ветер Выл Уныло И С ним Вдали Во тьме Ночной Перекликался Часовой Вскочил Евгений Вспомнил Живо Он Прошлый Ужас Торопливо Он Встал Пошел Бродить И Вдруг Остановился И Вокруг Тихонько Стал Вводить Очами С С Боязнью Дикой На Лице Он Очутился Под Столбами Большого Дома На Крыльце С Подъятой Лапой Как Живые Стояли Львы Староживые И Прямо В Темной Вышине Над Огражденную Скалою Кумир С Простертой Рукою Сидел На Бронзовом Коне Евгений Вздрогнул Прояснились В нем Страшно Мысли Он Узнал И место Где потоп Играл Где волны Хищные Толпились Бунтуя Злобно Вкруг Него И Львов И Площадь И Того Кто Неподвижно Возвышался Во мраке Медной Угловой Того Чьей Волей Роковой Под Морем Город Основался Ужасен Он В Окрестной Мгле Какая Дума На Челе Какая Сила В нем Сокрыта А Всем Коне Какой Огонь Куда Ты Скачешь Гордый Конь И Где Опустишь Ты Копыта О Мощный Властелин Судьбы Не Так Ли Ты Над Самой Бездной На Высоте Уздой Железной Россию Поднял На Дыбы Кругом Под Ножие Кумира Безумец Бедный Обошел И Взоры Дикие Навел На Чело К решетке Хладной Прилегло Глаза Подернулись Туманом По Сердцу Пламень Пробежал Вскипела Кровь Он Мрачен Стал Пред Горделивым Стуканом И Зубы Стиснув Пальцы Сжав Как Обуянной Силой Черной Добро Строитель Чудотворный Шепнул Он Злобно Задрожав Уже Тебе И Вдруг Стремглав Бежать Пустился Показалось Ему Что Грозного Царя Мгновенно Гневом Возгоря Лицо Тихонько Обращалось И Он По площади Пустой Бежит И слышит За собой Как будто Грома Грохотанья Тяжелозвонкое Скаканья По потрясенной Мостовой И озарен Луною Бледной Простерши Руку В вышине За ним Несется Всадник Медный На звонко Скачущем Коне И Во всю Ночь Безумец Бедный Куда Стопы Не Обращал За ним Повсюду Всадник Медный С тяжелым Топотом Скакал И С той Поры Когда Случалось Идти Той Площадью Ему В его Лице Изображалось Сметенье К сердцу Своему Он Прижимал Поспешно Руку Как бы его Смиряя Муку Картуз Изношенный Сымал Смущенных Глаз Не Подымал И Шел Сторонкой Остров Малый На Взморье Виден Иногда Причалит Сневодом Туда Рыбак На Ловле Запоздалый И Бедный Ужин Свой Варит Или Чиновник Посетит Гуляя В лодке В воскресенье Пустынный Остров Не Взросло Там Небылинки Наводнение Туда Играя Занесло Домишко Ветхый Над Водою Остался Он Как Черный Куст Его Прошедшую Весною Свезли На Барке Был Он Пуст И Весь Разрушен У Порога Нашли Безумца Моего И Тут же Хладный Труп Его Похоронили Ради Бога Редактор субтитров Корректор А.Егорова